Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова и мой сегодняшний гость – выздоравливающий алкоголик. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Добрый день. Добрый день. Какой-то день, с которого, может быть, начинается эта зависимость, начинается эта история, по крайней мере. Трудно сказать, трудно. И много-много разных дней. Много... Я родился в Риге, вырос в нормальной семье. В семье никто не злоупотреблял алкоголем. То есть, вашу семью нельзя было называть деструктивной? Нет. Как говорят многие зависимые, у которых зависимость сформировалась еще в детстве. Я думаю, у нее были свои проблемы, как в любой семье, но я не считал ее каким образом деструктивной или дисфункциональной. Ну, как она начиналась, эта зависимость? Вы можете это вспомнить? Ну, видите ли, когда я был первый раз в репцентре, у меня терапевт спросил, сколько лет я пью. И я сказал, два года. Мне было 30, и я думал, ну, с 28. То, что я... Как я на тот момент понимал вопрос, это было, а скольки лет у меня проблемы? Но уже позже, когда я начал просто вспоминать и думать об этом как бы по-другому, я понял, что... Я уверен, что я... То есть, эффект алкоголя на меня был другим с первого дня. То есть, эта пленка была длиннее? Да. В вашей зависимости? Да, конечно. С первого дня? Когда был этот первый день? Не знаю. Ну, вот копаясь в себе, оборачиваясь назад, что вы вспоминаете? Как такую отправную точку в этом смысле? Может быть, какой-то рубежный, такой переломный момент в вашей жизни, что подтолкнул вас к этому? К этому к чему? Ну, к злоупотреблению. К употреблению в неумеренном количестве, может быть. Это мне трудно сказать, потому что, видите, не было такого дня, когда я проснулся и понял, что с сегодняшнего дня я злоупотребляю алкоголь. Вот вчера ещё нет, а сегодня. Была точка, и как многими другими, так и со мной. В моём случае этот день я понял, что этот день был несколько лет на... То есть, это было в прошлом. Я сам не заметил, как это всё произошло. И только спустя несколько лет я должен был признать, наконец, что у меня правда. Это моя проблема. Вот вы сказали сейчас, что не было такого, что вы в какой-то момент проснулись и осознали, что вы алкоголик. Одна из моих гостей, выздоравливающая алкоголичка, очень красивая женщина, она рассказывала в этой студии о том, что в один день она проснулась после очередной такой тусовки, скажем так, посмотрела на себя в зеркало и вот как раз поняла, что, ну, это желание похмелиться и так далее, все физиологические последствия. Но, посмотрев на себя в зеркало, она осознала именно то, что она алкоголичка. Такое принятие себя, принятие действительности после оторванности от реальности. Я думаю, у меня не было проблем себя назвать алкоголиком, но принять это, правда, принять для себя, это уже был как-то постепенный процесс в течение нескольких лет. И за эти года, то есть много разных вещей со мной произошло, которое как бы меня, как сказать, подталкивало к этому и как бы ломало, так можно сказать. Сколько времени вы употребляли алкоголь, процесс вашей зависимости, вот какой он? Это не два года, насколько я поняла, как вы изначально говорили на приеме у врача. Я начал пробовать алкоголь, как многие, мне кажется, у него было 14-15 лет, на дискотеках, с друзьями. Для того, чтобы раскрепоститься? Ну или коммуницировать, я не знаю, какие были причины, мотивы для этого? Теперь я, когда я смотрю назад, да, я вижу какие-то причины, они как бы сразу видны. Но на тот момент не было причин. Причин просто попробовать веселее. Я, конечно, становился другим человеком, но я, во-первых, я не знал, что эффект алкоголя, как алкоголь на меня действует, по-другому, чем у других людей. Потому что у меня был свой опыт, я думал, что так у всех людей. Эффект от алкоголя. Да. То, что я чувствовал, когда я выпил. А потом, ну я был просто вынужден начать, ну как сказать, ну это было… Да, вынужден понять, что что-то не в порядке, что со мной, правда, что-то по-другому. Но в какой момент вот этот такой перелом произошел в вашем, может быть, сознании и понимании, что алкоголь от такой развлекательной функции переходит уже в функцию разрушения вашей жизни? Что это уже бесконтрольная история абсолютная, она не помогает раскрепоститься, она просто убивает физически и психологически. Нет, не было такой точки, нет такой одной точки, когда я не проснулся, как вот эта женщина, которая… Я так много раз просыпался, я просыпался в больницах, я просыпался в местах, где, то есть куда я попадал, не знаю, как туда попадал. И каждый раз это было как-то, ну что по-другому, но я все время находил для себя оправдание, почему я пью так, и почему я должен, почему я не могу остановиться или не хочу остановиться. Каким вам виделся мир через объектив вашей зависимости? Вот каким он был для вас через эту призму зависимости, пелену, может быть, как угодно? Знаете, я как-то слушал тоже одного алкоголика, который делился своим опытом как-то несколько лет назад. Мне нравилось, как он сказал. Он сказал так, что когда он выпил немножко алкоголя, в мире все стало на свои места. То есть, можно сказать так, пропал какой-то такой шум в голове, потому что все время… Может, я даже сначала его не замечал, потому что он был все время при мне. А после одного-двух пива как-то все становилось так легче и тише, и я просто… Все становилось нормально. Я хотел, чтобы все было нормально, я не хотел какого-то праздника или веселья, я хотел, чтобы чувствовать себя как нормальным человеком. То есть, это такая матрица, по сути, оторванность от реальности, она была реальностью? Ну, можно сказать, и так, да. У нас есть звонок, надевайте, пожалуйста, наушники, радиослушатель на линии. Мы слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я хотела спросить у вашего гостя, были ли у него такие ситуации, что он пытался из-за алкоголизма покончить с собой? Да, спасибо вам за вопрос. Ну, вот такой сложный вопрос. Какие-то такие суицидальные мысли ввиду того, что… Мысли. …и, может быть, попытки даже. Попыток не было, нет, этого не доходило, но я часто себя спрашивал, особенно, да, в последние годы, когда я просыпался, правда, в разных новых местах, почему это со мной, почему я не могу остановиться. И, да, были мысли, что я просто, если я не выберусь, то я так долго не смогу продержаться, и если нет решения, значит, как-то решить это самому таким способом. А страх смерти, он пугал вас? Знаете, я думаю, нет. То есть, это не было для вас каким-то вот таким ограничением? Пугало меня больше, скорее, такое сознание не смерти, а то, что это будет продолжаться ещё много лет. Зависимость? Да, это мучение. То есть… Это было страшнее, чем смерть? Да, конечно. В вашем понимании? То есть, осознать, что выхода нет, и я просто буду так продолжать, пока я, не знаю, не умру, это намного страшнее, чем мысль о смерти. А вот это осознание, когда вам казалось, что выхода нет, те чувства, которые вы испытывали в отношении самого себя, вот какие это были чувства? Кто-то говорит, что это чувство лютой ненависти, кто-то называет это чувством саможалости, которое он переживает по отношению к самому себе в этот момент. Что было у вас? Что вы переживали? Да, и саможалость, и ненависть, но я думаю, это унижение. То есть, что я, кто человек, который всегда считал, что я могу, и не то, что я могу, я должен справиться со всем своими силами. То есть, все нормальные люди, все удачные люди, они как бы справляются сами с проблемами, и те, которые не могут с этим справиться, они какие-то такие неудачники и просто… Слабые, некоторые считают, что человек, который употребляет, те же, например, азартные игры, алкоголь, если мы говорим о наркотиках в том числе, то некоторые люди считают, что это просто слабость характера, отсутствие цельности характера, если быть, наверное, точным. Но вот такой, на мой взгляд, субъективный распространенный стереотип отношений зависимости, их, в принципе, как мне кажется, их не так мало, как вы считаете? Я тоже считаю, что их не так мало, я думаю, их даже большинство. Но мне кажется, важнее, если у людей, у кого нет зависимости такой проблемы, и может, нет поблизости таких людей с такими проблемами, то есть, они не сталкиваются с этой проблемой день в день, а как бы у них может быть свое мнение, но они могут остаться с этим мнением. Важнее, мне кажется, на данный момент для тех людей, у кого есть эта проблема, чтобы они услышали и для себя поняли, что это не слабость. А если там кто-то, тётя или дядя, сосед думает, что это слабость, да, это неприятно, но это как бы их проблема, это не моя проблема. Ну вот о мнении вы сейчас сказали, вот ещё о чувствах и о формировании зависимости, давайте послушаем, что нам рассказал выздоравливающий наркоман, как он описывал то, как создавалась его наркотическая зависимость, она выразилась, по его словам, в зависимости от чужого мнения, давайте послушаем этот отрывок. В моём личном случае, да, моя зависимость выразилась в зависимости от чужого мнения, да, то есть, ну и под этим всем стоял страх, да. Что подумают окружающие. Да, что подумают обо мне окружающие, и это вызвало чувство стыда, да, то есть, там, я буквально могу вспомнить, как я ходил в Ясли, и у меня была такая няня, тётя Люба, вот, и однажды, а я родом Согра, да, то есть, ну, маленький город, у нас все друг друга как бы знают, вот, и я помню, как она задала мне вопрос, да, что у тебя папа снова напился, да, и я испытал стыд, первый раз в жизни я испытал стыд, потому что я понял то, что какие-то вещи, которые происходят у нас дома, о них знает кто-то ещё, да, вот, ну, то есть, я ребёнок, да, вот, я испытал стыд, и потом вот на этом начала формироваться зависимость, этот долгий комок, да, потому что я боялся испытывать стыд, да, то есть... Хотелось уйти от этой реальности. Естественно, да. Ну, вот вы тоже говорили об уходе от реальности, попытке уйти, и, как вы сказали, что когда выпишу алкоголь, кажется, как будто всё нормально, как раз в алкогольном опьянении, в отличие от трезвости, всё-таки, что касается вот этой вот зависимости, которая формируется ещё с ранних лет, мой гость говорил об этом, можно ли найти какие-то предпосылки, вы сказали о том, что не считаете свою семью деструктивной, что она довольно благополучная была, насколько я понимаю, но можно ли найти какие-то предпосылки, отголоски вашей зависимости ещё в детстве, в формировании её? Трудно сказать, видите, я понимаю, что есть такое, то есть, как... Один вариант, как смотреть на зависимость с точки зрения психологии или психотерапии, что, да, это какие-то предпосылки, они уже появляются в детстве. Я тоже, как бы, пытался просмотреть своё детство, вспомнить, и... Но я... Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не профессионал, я не знаю, у меня нет такого образования, поэтому у меня, как бы, моё личное мнение, как бы, мой опыт, мне кажется, что это какой-то много разных факторов. Ну, такой симбиоз, получается. Да, поэтому, ну, скажем так, ну, я же... Может, да, какие-то гены сработали, но, опять же, я видел, как употребляют алкоголь моя мама, мой папа, они пили нормально, и в течение многих лет по праздникам и всё было в порядке. А когда я начал, тоже сразу же не началось, не начались проблемы. Но на самый эффект, как себя почувствовать, то теперь, когда я смотрю обратно, я вижу, что, да, что-то было по-другому. А почему это так, я не берусь сказать, я не знаю. Вы были любимым ребёнком. Да. Вам хватало любви в семье? Да. То есть, у вас было счастливое детство, можно так сказать, что вы переживали счастливое, такой подростковый период, счастливый период юности? Ну, да, да, у меня был и отец, и мама, и никто не бил, не унижал, и у меня были каникулы, и в школе, но, да, я всегда, может, тебе в школе я себя, как бы, чувствовал немножко, как бы, отшельником. Поэтому я не был ни спортсменом, ни отличником, скорее всего, может, таким мечтателем, скажем. У меня, я учился не очень, не на отлично и не очень плохо, такой средний мальчик, и вырос в Риге, у меня были друзья, и, как бы, да. Ну, вам приходилось надевать такую маску, может быть, иногда, потому что вот один, опять же, из моих гостей, выздоравливающий наркоман, он стал героем фильма «Через иглу» известным. Он как раз говорил о том, что в школе тоже чувствовал себя вот так обособленно довольно, но ему всегда приходилось надевать маску такого клоуна, то есть, хотеть всех веселить, или, может быть, ну, наоборот, то есть, быть не тем, кем он являлся на самом деле. Хотелось казаться быть кем-то, казаться кем-то, но на самом деле то, что он переживал внутри, это никак не было созвучно с его выражением лица, с его действиями, которые он делал. Вот было вот это противоречие внутри вас в детстве? Да, возможно, но мне как-то, мне не хочется отсылаться на это, на какое-то… Возлагать ответственность на то, что… Да, возможно, у меня были какие-то, то есть, может, даже проблемы с коммуникацией, то есть, как я выражал себя, когда я был ребенком или когда я был подростком. Но я знаю людей с похожим опытом, но они не стали алкоголиками или наркоманами, то есть, мне кажется, это, мне кажется, говорит, что нет такого одного… Рецепта, может быть, да, или там, не знаю, истории… Который мы теперь возьмем и решим на уровне, не знаю, там, страны идти и больше не будет этой проблемы. Нет, проблема будет и она была, и, скорее всего, вопрос о том, что делать, когда эта проблема… Вот она есть, когда я признал, что у меня есть эта проблема, что дальше делать? Я могу искать виновного или я могу искать выхода. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Выбор». Говорим мы об алкоголизме. У меня сегодня в гостях выздоравливающий алкоголик. Здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Здравствуйте. Напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете зазвонить, задавать вопросы, можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Это номер WhatsApp. Вот за период всей вашей зависимости и вот сейчас, находясь на этапе выздоровления, находясь в трезвости, все-таки вы поняли, почему становятся алкоголиками? Можете ли вы ответить на этот вопрос или на этот вопрос нет ответа? Я не понял. У меня нет такого ответа. Мне казалось, что это очень важно понять, почему. И если я найду какую-то вот эту причину, тогда я ее смогу решить и тогда моя проблема сама уйдет. Этот подход как бы мне не помог. И я вот тратил, потому что я, видите ли, я находил, всегда находил причину. Причину нетрудно найти. Я каждый раз находил какую-то новую причину, она мне подходила на какой-то момент, но через какое-то время что-то опять там не совпадало. Я должен был искать опять новую причину и опять новую. И под конец я как-то устал, потому что понял, что это не то чтобы быть смысленно, но опять же да, я могу тратить свою энергию на поиски этой причины или же я могу тратить энергию на какое-то решение. То есть если мне предлагают решение, я ее пробую, если она работает, я применяю это решение, если она не работает, я ищу новое решение, а пока нахожу то, которое мне подходит. Ну вот что следует перед началом поиска этого решения, перед началом выздоровления, давайте послушаем небольшой отрывок еще о чувствах, которые переживал зависимый алкоголик, то, что он рассказывал в этой студии. Давайте поставим. Конечно, я пытался себя всячески оправдать, что я вроде как и не пью сильно так. Под забором пока, хотя были всякие, были случаи на грани смерти, были, потому что я не выпивал, я пил. То есть я пил сильно запойно, долго, месяцами. То есть я запойный алкоголик. Есть разные, есть марафонисты, есть вот такие вот это состояние, то есть я погружался вот. То есть во мрак, ну, вроде как незаметно, но довольно быстро, да. Потому что алкоголь, болезнь чувств затрагивает все сферы человека, то есть физическую, психоэмоциональную и духовную. То есть это такой очень большой спектр эмоций, которые переживает алкоголик. Очень большой. Вот. И все это деградирует. Вот. То есть тело разрушается. Вот мой гость выразил такую мысль о том, что он сам себя все время пытался оправдать. Что я вроде как и не пью так сильно, и под забором не валяюсь. Вы пытались себя оправдывать? И что было для вас оправданием самому себе? Да, конечно, я все время пытался себя оправдывать. То есть вы были таким адвокатом самого себя всегда? Да. Может, я даже его не понимал, как бы не осознал. Но да, конечно, потому что проблем было с каждым годом все больше и больше. И я должен был находить какое-то оправдание. Потому что я не мог просто взять и остановиться. Я пытался. Мне казалось, что я вот соберусь, соберусь. Я собирался на какое-то время, а потом опять все возвращался туда же. Ну а какие оправдания это были? Ну, что я особенный, что у меня какие-то мои переживания, они такие особенные, не такие, как и у других людей. Но видите, с одной стороны, я себя оправдывал, но с одной стороны, с другой, я понимал как-то подсознательно, что оправдания нет. И вот этот такой разрыв, возможно, это была одна из самых мучительных вещей в моей жизни. То есть этот, как бы понимать, что я иду вниз, спускаюсь, и все хуже и хуже. Искать оправдание и как бы, ну все-таки в душе понимать, что это нет, это не оправдание. И как бы, ну, а когда выпьешь, то на какой-то момент становится легче, и на какой-то момент уже не надо оправдываться перед всем собой. А чувство вины, было ли свойственно оно вам, и как вы считаете, насколько это негативное или, опять же, не знаю, насколько можно так говорить, но позитивное чувство для алкоголика? Потому что, с одной стороны, мы посмотрим, зависимый без чувства вины, наверное, это тот человек, который не может отрефлексировать, да, какое-то свое поведение, не видит своих изъянов. С другой стороны, чувство вины может быть, наверное, таким разрушающим для человека, который его переживает. Как это было у вас, и как вы думаете, чувство вины, оно может стимулировать к выздоровлению перед близкими, перед теми, кто тебя окружал, кто в тебя верил и, может быть, верит сейчас? Да, может. Но, вот и сказали, зависимый без чувства вины. Мне кажется, нет таких людей. То есть, все испытывают это чувство вины? Ну, я не знаю, но я думаю, да. Да, да, конечно. Это тоже вот тот разрыв, о котором вы говорили? Ну да, то есть… Как составляющая этого разрыва? Очередной раз… Как сказать? То есть… Дарит паарий. Забыл просто, как слово. Вина, она присутствовала всё время, да, потому что я делал вещи, которые я с каждым разом, я как бы делал то, что мне ещё, может, полгода назад казалось невозможным. Я не опущусь до этого. А через полгода я уже это делаю. И, опять же, вина и оправдание и все эти чувства – это как такой, там, каша. То есть, там этих чувств и не разберёшь, какой момент там вина, какой момент там, не знаю, просто какой-то эгоизм. Ну, так. Ну, а что касается физических, может быть, последствий, вот изменений вашего тела, вашего организма, вы наблюдали это в процессе своей зависимости? Да, когда я смотрел в зеркало, я это виделся. Вас это устрашало? Да. Тем не менее, не могло остановить это употребление? Нет. Даже какие-то физические последствия, которые вы видели? Нет. Через что вам пришлось пройти? Вот, если говорить в таких категориях, может быть, самое страшное, через что вы переживали в процессе своей зависимости, можно ли что-то выделить? Мне кажется, для меня самое страшное чувство – это когда я очередной раз просыпался в очередной клинике, потому что я поступал, как правило, в эти клиники днём, мне давали лекарства, я засыпал на часов так шесть, и всегда просыпался ночью. В палате. И я уже был не совсем, не то чтобы трезвым, но у меня не было больше этой защиты алкоголя, и вот момент, когда я просыпаюсь, и ночь, и я опять же в той же палате, те же койки, то же окно, и вдруг вся эта каша, все эти воспоминания, что что я опять натворил, оно вот так одной волной, и тогда кажется, что правда, то есть или надо выпить, или надо, не знаю, куда-то поканчивать этим всем. То есть это закономерность этого процесса, как раз и была такая цикличность того, что всё это повторяется и повторяется, и снова вот эти… Это палата. Это палата. Был период, когда было всё равно, что пить? Был период, когда было всё равно. Какой-то, да, когда… опять же, я когда… я не начинал, как сразу вот там, с бутылки водки или ящика пива. Я даже… я знаю много про вина, про разные напитки, я в пил ресторанах, любил хорошо поесть и всю культуру, но это продолжалось недолго. Потом уже… То есть такая красивая жизнь в алкоголизме была. Да, красивая жизнь была. И она правда была красивой, не то чтобы это была какая-то такая иллюзия, я думаю, она была в каком-то смысле красивой, пока не перестала такой являться. Ну вот есть такая фраза, которую приписывают, по крайней мере, Сальвадору Дали. «Алкоголь вызывает кратковременное расширение сосудов и кратковременное расширение круга друзей». Вот что касается тех людей, насколько… которые были рядом, возможно, с вами, опять же, может быть, в период этой роскошной, красивой жизни. Это справедливо, на ваш взгляд, да, что у алкоголика есть множество контактов, которые впоследствии, ну, они куда-то исчезают все? Ну… Опять же, когда вы начали выздоравливать, скажем, да, или… ну, то есть такой клуб по интересам, который есть у вас, когда вы выпиваете, и позже все эти люди куда-то исчезают. То есть это дружба такая, пустая. Да, с одной стороны, люди считают, потому что им надоедает, как я к ним отношусь и что я от них требую. Им надоедает наблюдать за тем, как я себя уничтожаю и пытаюсь их невольно с собой затянуть куда-то в ад. Но… Да, с одной стороны, люди сами уходят, но я и сам. Под конец уже моя мечта была просто где-то закрыться, где-то на каком-то месте, где меня никто не найдет, и просто… и чтобы меня все оставили в покое. Ну вот был ли, может быть, такой момент вашей зависимости, когда были те люди, которые не подавали вам руки условно, да, когда видели вас на улице? Потому что вот когда-то вы были участником этой красивой, роскошной жизни, этого праздника жизни, такой, не знаю, ярмарки праздничной, а потом вот вы заболевали все больше и больше, и люди отворачивались от вас. Приходилось вот встречать такое отношение к себе? Да, возможно, да. Но я тоже был как бы сам участвовал в этом. Как бы я тоже был не такой, ну понимаете, как сказать, в этом же и моя вина. То, что… То есть у вас не было злости на этих людей, что они от вас отвернулись? Вы тогда могли осознать, что это справедливо, то, что они от вас отвернулись? Нет, была, конечно, злость. Конечно, была злость. Злость была все время, потому что мне казалось, что все виноваты, что я виноват, что все… Все это, опять же, это каша, которую ты не разберешь кто, почему, зачем. Ну, теперь, конечно, я благодарен тем людям, особенно тем, которые были ближе всего, которые под конец… У которых хватило сил отказаться от меня или просто уйти и самим… Хватило сил отказаться от вас, вы сказали? Да. То есть от тех людей, которые отвернулись и тем самым вас спасли? То есть начать самим спасаться от этой болезни, от меня, от всего того, что со мной происходило, с ней происходило. И это мне помогло, очень помогло. Вы имеете в виду тех близких соцзависимых, скажем так, или тех, кто… Это не сразу… это не значит, что они были соцзависимыми. Нет, это… Да, это не… это сразу их так называть соцзависимыми я бы не стал, но просто близкие люди. Близкие люди, которым я был важен как человек, как друг, как партнер. И у них хватило сил понять, осознать, что они мне не могут больше помочь. Но они действительно не могли помочь? Нет, не могли. Если говорить о кладбище из знакомых алкоголика, насколько оно может остановить, да? Ну я вот так вот абстрактно говорю, но если… Ведь есть в процессе зависимости случаи летальных исходов, и наверняка, возможно, могу предположить, что это было и с вами, какие-то знакомые собутыльники, может быть, которые уходят из жизни. Это может как-то отрезвить? Страх отрезвить на какое-то время может отрезвить. Угу. Но это очень недолгосрочная такая история. Да, это… Да. Видите, я понимаю так. Когда я называю себя алкоголиком, это не потому, что я много пил. Или потому, что вот я проснулся в Гайлизерсе, и я не помню, как туда попал. Это еще не значит, что я может алкоголить. Я называю себя алкоголиком, потому что, во-первых, когда я начинал пить, я больше не мог остановиться. Пока я не просыпался, меня не откачивали, или просто кончались деньги, и я просто вынужден как-то… Ну да, не было больше вариантов. Да, до следующего запоя. Это во-первых. А во-вторых, даже когда я понял, что я не могу пить, как другие люди, и что если я начну пить, я не смогу остановиться, только это мне еще не могло удержать. То есть я решал, что… и принимал решение, что я больше не буду. Я выходил очередной раз в какой-то клинике, и я был полностью уверен, я верил в это, что я больше не буду пить. Я это не хочу, я не могу. Но проходило какое-то время, и в какой-то момент мне приходила в голову мысль, что… А может все-таки, ну одно пью, ну два, ну может три, ну ладно, три-четыре, может. И все, я возвращался туда-обратно. Даже если я еще пару недель назад верил, что я больше никогда не буду. Но у меня всегда, я всегда возвращался. То есть запускался этот процесс, и, как говорят зависимые, выздоравливающие люди, как феномен тяги. Да. То есть одной мало, а тысячи уже недостаточно, да? Да, именно. Один из моих гостей, зависимый наркоман, он говорил в эфире о том, как важно ему помнить сегодня, он давно уже довольно долгое время находится в трезвости, как важно ему помнить сегодня то, откуда он пришел, кто он есть сейчас, сформировавшись там. Давайте послушаем небольшой отрывок того, что он сказал. Мне важно. Мне важно помнить, откуда я пришел. Вот так получилось, я там все детство и всю юность провел в местах не столь отдаленных. И причина не потому, что я там такой какой-то был, а я употреблял, и, соответственно, это были результаты моих действий. И когда я там начал, мне прислали базовый текст, я узнал, что вообще существуют анонимные наркоманы. И я по книге начал выздоравливать. И сейчас, спустя там очень много лет, мне кажется, что это не про меня. Ну, что это какая-то история про третьего человека. Но тогда, когда я начинаю забывать, кто я, откуда я, в моей жизни сегодняшней начинаются проблемы. Ну, мне нужно знать. Я знаю и что я плохое сделал, и что я хорошее сделал. Ну, вот насколько память о вашей зависимости имеет для вас ценность? Насколько это важно помнить то, что было? Для меня это важно, да, мне важно помнить. Потому что таким образом, делясь своим опытом, я могу помочь другим. Но только вот этот фактор, то есть, что я буду помнить, я думаю, это меня не продержит трезвым. А ваша жизнь сегодня сопряжена с соблазнами? Да, конечно. И рисками какими-то? Да. И как это происходит? Ну, может, уточните, рисками или… Ну, рисками возможного срыва. Ну, да, и у меня, как сказать, у меня нет гаранта, что я сегодня или завтра не напьюсь. А что помогает не сорваться? Помогает собрание анонимных алкоголиков, работа с другими алкоголиками и программа «12 шагов». А если вне этого? Может, есть какие-то личные моменты, которые все-таки помогают вам как-то абстрагироваться от мыслей, которые могут появляться? Я не считаю, что я должен абстрагироваться. Нет. То есть, у меня есть такой пример, как я сам для себя сформулировал. Не знаю, поймёт ли. Ну, видите, например, я каждый день езжу на работе на электричке. Я стою на перроне, и когда приближается электричка, что-то всегда проскальзывает, что… А может, надо прыгнуть? Я знаю, что я этого не буду делать. Например, когда я стою на балконе, и есть такое чувство, что… А как это было бы, если я прыгнул? Я знаю, что я не буду прыгать. Но всегда проскальзывает какая-то мысль. Мне кажется, что это довольно такая… Как сказать? Дабыйский. Показатель. Да-да. И теперь, мне кажется, так же у меня с алкоголем. Я… Например, я в компании, кто-то пьёт, и я смотрю на бутылку, и я не боюсь этой бутылки. Я могу представить, что со мной произойдёт, если я потянусь и выпью. Но что-то обо мне говорит, что я не буду этого делать. То есть, с этими мыслями можно жить? Да. Да. Это, знаете, мне сразу вспомнился фильм «Игры разума». Не знаю, смотрели вы его или нет, про Нобелевского лауреата Джона Нэша по математике, по экономике. Да-да-да. И он как раз в какой-то момент, у него была шизофрения, в какой-то момент он осознал, что те галлюцинации, которые он видит, на самом деле нереальны. И он продолжал с ними жить, продолжал работать и учить в том числе. И эти галлюцинации жили вместе с ним на протяжении, ну, всей его жизни до конца. Я думаю, отвечая на ваш вопрос о том, что помогают, мне важно помнить или понимать, что я сам не могу превратить свой срыв. То есть, это не мой выбор. У меня нет выбора. Я считаю, что у меня нет выбора не пить. Ну, как изменилась ваша жизнь после того, как вы осознали свою зависимость, после того, как вы стали выздоравливать? Какой она стала? Это был долгий процесс, это не сразу это произошло, это как бы было как-то частями. Я понял, что у меня проблема, но я еще верил, что я как-то смогу сам ее решить. Потом, спустя какое-то время, когда я видел, что все дальше спускался, я понял, что я принял для себя, что я правда алкоголик в том смысле, что я не могу пить. То есть, если я выпью, я не смогу остановиться. Контролирую. Но я еще не верил, что я своей силой воли не могу не поднять первую рюмку. Ну, а когда и это произошло, что я понял, что я сам не могу, не то чтобы, если я начинаю пить, я не могу контролировать, а я просто не могу не поднять сам, то это уже было по-другому, конечно, все. И я просто, тогда я начал искать помощь, как никогда раньше. Вот мы с вами начали с того, каким вы видели мир через призму своей зависимости. А сегодня, через объектив трезвости, каким вам кажется мир, то, что происходит вокруг? Намного спокойнее, во-первых. Во-вторых, намного меньше, или как сказать, меньше страхов. Просто, когда я встаю утром, я уже не спрашиваю себя, зачем? Зачем еще один день? За что мне это? То есть каждый день в радость? Ну, не то, нет, бывают разные дни, бывают и не такие радости, но есть такое, какое-то внутреннее, какое-то такое, как сказать, что… Какой-то смысл появился. Которого не было тогда, в период вашей зависимости? Да, не было, да. Ну, это вот вообще счастливое такое, наверное, очень большое, объемное чувство – ощущать этот смысл, смысловую начинку жизни, просыпаясь с утра. Да, это, конечно, трудно жить без какого-то осознания смысла вообще зачем. Ну, как бы, поэтому и хотелось от этого убежать. Мы нередко в нашей программе в отношении зависимости, в том числе алкогольной, употребляем термин «коварная». Вот что касается коварства, часто и наши слушатели, когда мы обсуждаем с ним тему зависимости, говорят о том, что… Ну вот, а как понять, что ты алкоголик, как понять, что ты зависим? Зависимость очень коварная, ты можешь осознать это только спустя какое-то время, а она формируется у тебя уже, например, на протяжении какого-то времени. Как понять, есть ли какой-то способ, чтобы определить это? Как понять, алкоголик ли я? Да. Да, понять это не трудно. Понять это… Честно посмотреть на свой опыт и попробовать ответить на два вопроса. Какие? Первый вопрос. Если я начинаю пить, могу ли я своими силами остановиться или контролировать то, сколько я выпиваю? А второй вопрос. Если я решаю не пить, могу ли я остаться, не поднять с первой рюмки? Могу ли я своей силой воли или своим разумом как-то повлиять на то, что я всё и больше не буду, и так это и останется? То есть могу ли я контролировать себя, если так объединить эти два принципа? Да, можно и так сказать. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok